Здравствуйте! В эфире передача «По-тихому». Аллею отцов у поликлиники номер 4 ждет коренное обустройство. Цена контракта 4 миллиона 839 тысяч рублей. Но администрация планирует изыскать дополнительные средства для данной территории. На аллее отцов возле 4-й поликлиники состоялось выездное совещание с участием мэра Петрозаводска Ирины Мирошник. Депутат Петросовета и главный врач поликлиники Ольга Белко давно ратовала за ремонт территории. На месте будущих работ начальник отдела благоустройства и экологии Дудырина Анна описала, что здесь будет выстроена парковка на 47 машин, демонтированы старые лестницы и положены новые. Сейчас мы подойдем и увидим, что лестницы действительно требуют решения. И если мы этому не уделим внимания, то будем обвинены в том, что мы основную задачу не решили. На переулке мы предлагаем Траловам сделать расширение с отсыпкой гравием, чтобы можно было парковать здесь автотранспортные средства. Также предусматриваются места для выхода инвалидов маломобильных групп граждан. И проходы асфальтируются по аллее. А ведь аллея отцов – это знаковое место на Ключевой. Более 10 лет назад здесь собиралась молодежь из молодой гвардии – будущие отцы. И высаживали первые деревья на территории. А потом так и назвали ее – аллея отцов. Федеральная программа «Городская комфортная среда» в этом году позволит благоустроить 7 территорий в городе Петрозаводске. И касаться это будет не только центральных частей города, но и отдаленных районов города Петрозаводска. Но там, где это тоже очень необходимо и востребовано. Один из таких проектов – это благоустройство территории рядом с 4-й поликлиникой. Помимо того, что это очень востребованное учреждение, соответственно, посещение людей здесь очень активно, здесь рядом проживают жители Ключевой и, соответственно, тоже приходят и гулять на эту территорию. Поэтому обустройство, создание безопасных условий в части лестничных спусков, планировка дорожек и в последующем оформление зон отдыха для жителей Ключевой и посетителей поликлиники – это очень востребованные и необходимые мероприятия. Уже весенний период мы вместе с сотрудниками поликлиники под руководством и главного врача Ольги Юрьевны Белко и депутата Петросовета сотрудников поликлиники жителей Ключевой выполнили подготовительные работы по формовке растений, подготовке территории. И после состоявшихся торгов определен подрядчик, который в летний период выполнит все работы. Но администрация города вместе с депутатами и вместе с представителями общественности будет контролировать ход выполнения работ. Цена контракта – 4 миллиона 839 тысяч рублей, но администрация планирует изыскать дополнительные средства для данной территории. Мы очень рассчитываем, что средства экономии по другим объектам в городе Петрозаводске, либо дополнительные средства с Российской Федерации, возможно, будут направить на эту территорию, потому что есть проект в продолжение развития этой территории. И, соответственно, возможно, в 2019 году нам даже получится выполнить гораздо больше работ, чем то, что сейчас определено муниципальным контрактом. Владельцев магазинов на проспекте Ленина заставят сменить вывески. На последней сессии Петросовета принято решение привести в соответствие с градостроительными планами вывески, рекламу и витрины магазинов к столетнему юбилею Карелии. Предпринимателей ждут серьезные штрафы в случае неисполнения решения. Существенный вопрос последней сессии Петросовета – это вопрос по поводу внешнего облика центральных улиц. Будут изменены вывески, будет светодиодная реклама, заставят собственников магазинов уважать свой облик города. Давайте поговорим о том, как на этот счет голосовали депутаты Петросовета на последней сессии. Поговорим с Павлом Сандбергом. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, вопрос достаточно сложный. И, наверное, на самой сессии не очевидно, что была дискуссия. Потому что дискуссия была на комиссиях, дискуссия была на фракции. Дискуссия была. Дискуссия была жаркая, и я член рабочей группы по изменению правил благоустройства, который несколько раз заседал эта комиссия для того, чтобы принять окончательный вариант этого проекта решения, который будет вынесен на сессию. Потому что здесь ясно, что, с одной стороны, может быть, какие-то издержки могут быть для самого предпринимателя. Но с учетом, в целом, для того, чтобы привести город в порядок, чтобы действительно краситься фасады, заменится асфальт, тротуары, урны единого образца. Конечно, что и вывески, и действительно разграничить вывески и рекламу. И действительно, чтобы это было так, как не похоже в крупных городах миллионников Юго-Восточной Азии, где хаотичное движение на велосипедах с каждого дома, и на каждом доме висит реклама любых масштабов, любых километровых вывесок. Действительно, что мы цивилизованный город, столица Республики Карелия, и тем более принимаем такое знаковое событие, как 100-летие республики. Да, то есть речь, я так понимаю, усложнялась тем, что предприниматели будут наказаны штрафами, которые, в общем-то, достаточно серьезные, если они не послушают ваши градостроительные отделы о том, как это должно выглядеть. Скорее всего в том, что когда предприниматель получает точку, он, наверное, сам видит о том, каких размеров должна быть эта вывеска, и он считает, чем больше она, чем ярче, тем она более привлекательна. Ну, это не всегда так, в чем то, что понимаем, что историческая часть города – это дома, действительно, которые многие построены до 1957 года. И предприниматель, наверное, не ассоциирует это, да, и не желает использовать в своей работе именно вот эти исторические знания, и, наверное, того, как должно выглядеть на здании, которые даже некоторые здания имеют образцовый характер, да, или там действительно имеют историю города, да, что там не должна быть вывеска, которая выпирает там с фасада, да, или загораживает в целом, или отвлекает внимание. Действительно, должно быть аккуратно, понятно и, самое главное, эстетично. А, очевидно, что тут вопрос возникает и размеров, потому что у кого-то вывеска попадет по размеру, у кого-то не попадет, ну, так, наверное, всем не угодить, да, потому что у всех разные размеры могут быть, да, и там и букв, и всего этого. Ну, на самом деле, все нужно двигаться в этом направлении, приводить соответствие, да, я думаю, вот от этого все выиграют. Конечно, ведь правильно депутаты отстаивают город, трехсотлетний город, который выбрал уже своей главной улицей, вот, проспект Ленина, который, дома сталинской постройки, надо же уважать эту историю. А вот эти урны, которые сейчас выставлены возле музея в виде мортир, а вы знаете, что у нас мортиры на нашем Александровском заводе производились? Вы, может быть, даже не знаете, а вот депутаты своими решениями именно вот эту мысль историческую хотят пронести. Вовлечены несколько организаций в проверку качества дорожных работ. Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» переместился на улицу Пушкинская, где мэр Петрозаводска, генподрядчик, депутаты и профильные сотрудники мэрии инспектировали ход работ. Нам еще рано отчитываться по полному объему работ. Вот мы сейчас говорим о том, что подготовительные мероприятия организации выполняются по фрезеровке асфальтобетонного старого покрытия подготовительному слою. И где-то уже частично асфальтирование выполнено, но, конечно же, работы еще не сданы и не выполнены. При этом уже контрольные мероприятия осуществляются. От управления УПР «Автодора» у нас выполнялись замеры по проверке качества и асфальтобетонной смеси, и качества выполняемых работ. И администрация, как мы сразу же и заявили, нанимает независимую экспертизу, которая будет проверять качество работ. Полагаем, что оснований пока у нас нет для беспокойства по качеству и срокам выполнения работ. Ну и также обсудили то, что работы будут выполняться в соответствии со СНИПами, и в дождь выполнение работ не предполагается, не будет выполнения работ в дождь, скажем, даже более конкретно. Вопрос контроля за качеством работ сегодня главный в повестке и депутатов и мэрии. Как ведется контроль за деятельностью дорожных рабочих, высказался заместитель генподрядчика Сергей Шерстюков. До начала производства работ мы с заказчиком согласовываем рецепты асфальтобетонных смесей, согласовываем материалы, которые будут там использованы, предоставлены сертификаты. После уже сдачи исполнительной документации, точнее одновременно со сдачей, прикладываются паспорта на все материалы, из которых были произведены смеси, которые были уложены в дорожное полотно. Также каждый день у нас создан общий чат, то есть удобно пользуемся современными технологиями, куда выкладывается информация, которую видят все вовлеченные в этот процесс, что будет делаться в ближайшие сутки, какие виды работы будут выполняться, какой объем планируется выполнить. По итогу суток направляется короткий отчет, что было сделано. Примечательно, что на каждом выездном совещании обязательно присутствует кто-то из депутатского корпуса. В данном случае мы взяли интервью у депутата Петросовета Валерия Матвеева. Ну это плод плодотворной работы, как Петрозаводского городского совета, в том числе администрации, когда Петрозаводский в этом году попал в федеральную программу «Безопасные дороги». В рамках этой программы на сегодняшний день у нас идет активный ремонт дорожного покрытия во всем городе. И самое главное, не только дорожного покрытия, я хочу подчеркнуть, впервые в городе Петрозаводске начали ремонтироваться тротуары. Да, то есть это не очень немаловажно. Пешеходы всегда, жители города, которые ходят пешком и гуляют с колясками, с детьми всегда на это жалуются. И возможности ремонтировать другим способом никогда не было. И будут последние дома первыми. Дом по проспекту Первомайский, 61, из года в год продолжал бороться за участие в проекте «Комфортная городская среда». Сегодня на их улице праздник. Мы сейчас вам покажем сюжет про дом, который уже не первый год борется за попадание в программу «Комфортная городская среда». И по некорректности составление документации в программу не попадает. Но вот, наконец, свершилось. Стройка пришла во двор дома по Первомайскому проспекту, 61. Мы находимся на территории дома Первомайский, 61. Этот дом у нас в этом году попал в программу «Комфортная городская среда». Ранее он уже участвовал в программе в 2016 году. И тогда в рамках программы были выполнены работы по устройству детской площадки на этой территории. В этом году на сумму 830 тысяч рублей на территории этого дома будут выполнены работы по устройству асфальтового покрытия двора, устройству парковочной зоны и организации работ по водоотведению. До 31 июля работы на объекте будут завершены. Компания-подрядчик «Анега Дорстрой», которая как раз так ведет работы по асфальтированию. А есть здесь частичное участие жителей в проекте? Конечно, да. Жители здесь собирают 23 тысячи рублей, собрали для того, чтобы участвовать в программе. Это примерно чуть больше тысячи рублей с квартиры. В течение шести месяцев в рамках такой рассрочки управляющие компании будут эту стоимость работ возмещать. Как мы уже сказали, дом по Первомайскому, 61, уже участвовал в конкурсе на благоустройство территории. Важно понять, что значит некорректно составить документ. Это был первый опыт. Она была занижена. Мы самое главное не учли, что нужно было отвезти воду от подъезда. Здесь вот ситуация такая, что вода близко подходит прямо к подъездной двери, даже заливается внутрь подъезда. И когда делали сметную документацию, формально взяли асфальт и все. И когда мы начали работать, мы установили детскую площадку, приступили к асфальту и поняли, что этих средств будет недостаточно для того, чтобы решить самую настоящую проблему жителей. Заметим, что неустанно и последовательная работа и управляющей компанией, и жильцов дома все-таки восторжествовала. Двор приводится в порядок. Потрясающий урожай медалей у петрозаводских выпускников 2019 года. 153 юных петрозаводчанина получили в преддверии Дня города золотые или серебряные медали. 21 июня, традиционно в преддверии празднования Дня города, в Дворце Творчества Петрозаводска состоялась торжественная церемония чествования выпускников, окончивших школу с золотой или серебряной медалью. Торжественное вручение наград взяла на себя мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. Из-за медалей ваши родители, родственники, конечно, не станут вас любить больше, потому что любят вас только за то, что вы есть. А вот то, что они сегодня очень гордятся вами, очень довольны и счастливы, это очевидный факт. Очевидно и то, что сегодня этими молодыми людьми может гордиться весь город Петрозаводск. Ведь посмотрите, какие результаты по медальным победам. В прошлом году у нас было 121, а в этом году это уже 153 выпускника. Может, вы подумаете, что это выпускники только избранных школ Петрозаводска? А вы знаете, это выпускники практически всех школ Петрозаводска. У нас в Петрозаводске 38 школ. Сегодня более 20 школ вместе с директорами находятся в зале. Да, более 20 школ. Это очень хороший результат. Среди них, конечно, как лицеи и гимназии, школы, где повышенный уровень образовательной программы, так и общеобразовательные школы. Вот с таким легким сердцем мы вас отпускаем в большой путь. Уверена, что с хорошим багажом, уверена, спокойна за вас. Я все-таки надеюсь, что большинство из вас выберут Петрозаводский государственный университет, один из лучших вузов нашей страны. Ирина Юрьевна не зря подчеркнула значимость нашего вуза и озабочена с тем, что лучшие интеллектуальные кадры города служили бы во благо нашей малой родины. Тем более, что наш университет имеет достойную репутацию в России. А вот есть случаи у вас такие цифры, сколько из них остается в Петрозаводске, а не уезжает в вузы страны или мира? Конечно, это право выбора выпускника. И еще мы наблюдали, что по уровню конкурса и проходным баллам наш Петрозаводский государственный университет, как опорный вуз, имеет очень высокий проходной балл. Иногда более высокий даже, чем вузы Санкт-Петербурга и Москвы. Конечно, мы ратуем за то, чтобы выпускники оставались. И последние годы отмечается тенденция сохранения выпускников в Петрозаводске. А когда спросишь наших медалистов рассказать о своих успехах, послушайте, как Петрозаводские скромно, они отвечают. Ну, я был отличником с пятого класса и просто продолжал делать то, что умею. Депутат Госдумы от Карелии Валентина Николаевна Пивненко посчитала своим долгом сопроводить во взрослую жизнь наших петрозаводских выпускников. Добрый путь! Вперед! Ничего не бояться! Смело брать любые рубежи, любые города и страны, любые профессии и быть всегда впереди. Звезда должна светить всю жизнь. Удачи! На этом сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok